Здравствуйте! Итак, важнейшие инициативы по теме реформирования деятельности судебного ведомства высказал наш президент Владимир Путин. Вот в частности, было предложено освободить судей и председателей судов от хозяйственных и организационных функций. Как солдаты не должны тратить свое время, которое можно использовать на обучение военному делу, на то, чтобы картошку чистить, так и судьи не должны заниматься всякой хозяйственной лабудой. И это отвлекает от непосредственных обязанностей, является еще и почвой для коррупции. Более четкое структурирование административно-хозяйственной деятельности судов, тем, конечно, важно. Хозяйством должны заниматься завхозы. А председатели судов все-таки и работать в качестве арбитров, и осуществлять контроль за работой своих подчиненных, их квалификации, оценкой объективности исследования закону при принятии решений. И вот как раз вот вторая инициатива президента, более актуальна с точки зрения социальной значимости и важности для общества по своим последствиям, он предложил ввести новый вид наказания для судей за так называемые дисциплинарные проступки, понижение квалификационного класса для повышения их ответственности и при осуществлении профессиональной деятельности, исполнении служебных обязанностей даже в неслужебное время. Вот по сути, тут можно провести аналогию тоже с воинской службой, что понижение в звании за проступки, со всеми вытекающими для карьеры и для текущего благосостояния. Сейчас в зависимости от тяжести проступка судье может быть вынесено замечание, предупреждение или вот досрочное прекращение полномочий. И можно сказать, что это крайности без золотой середины. Либо слишком легкое, на мой взгляд, либо крайне жесткое наказание. Ну потому как вот такие меры воздействия, как выиговоры, предупреждения, ну это все мило, но как-то безобидно, что ли и вряд ли воспринимается большинством тех же самых судей, как нечто, что может сильно повлиять на развитие успешной карьеры или несущее какие-то там последствия для осуществления полномочий. А увольнение, ну самый суровый вид наказания, и понятно, что применяется оно в совершенно вопиющих, экстраординарных случаях. Ну вот, например, вот в Самаре, да, пару лет назад председатель арбитражного суда Полешкова спалили во время перелета там в самолете в неподобающем виде, ввел он себя тоже не подобающий высокому званию, будучи в Драбадан пьяным. Реально сановник столь высокого ранга не должен позорить честь мундира таким вот состоянием. Проспись тихо дома, потом лети куда тебе хочется или там надо. Но вот этот пример касается скорее морального облика и норм поведения. А не менее важно, чтобы судьи знали, что проступки в профессиональной деятельности чреваты, если не увольнением, ну если не дотягивает до этого по степени тяжести, то весьма вот такой вот неприятной процедурой снижения значимости собственного положения в ведомственной иерархии, я так понимаю, что более пристального еще и контроля соответствую при дальнейших назначениях и попытках карьерного роста. Понижение чина это вот как раз вот золотая середина, заставляющая судей с оглядкой напоследствия принимать решения. Судьи должны знать, что в определенных ситуациях, когда они совершают именно этот самый проступок, вот те деяния, которые относятся к этой категории, то отделаться выговором или замечанием им уже не удастся. Для многих это действительно может послужить основанием еще раз там все взвешивать в своей деятельности, чтобы такой проступок не совершать, если раньше это и делалось кем-то осознанно, вот именно потому, что никаких особо тяжких последствий не ждали. Теперь еще предстоит выработать сами критерии, нормы определения таких дисциплинарных проступков, кто должен заниматься оценкой ситуации, как должна проходить процедура понижения этого квалификационного класса, потому что повышение ответственности именно судей, как касты, над которой в принципе должен отсутствовать контроль со стороны государства, чтобы служители ФИМИДы могли выносить решения свои объективные и без давления, это задача из задач. Ответственность и ужесточение системы наказаний, но без давления. Система судов должна быть независимой и не ангажированной не на словах, а на деле, но и судьи должны понимать наши, что для них существует, ну, своя определенного вида контроль и ответственность. Вот когда вот это все начнет работать полноценно, то, глядишь, и сделаем мы еще один шаг к торжеству полноценного гражданского общества.